Welcome, welcome, welcome! Team World Elite против Flash Wolves. Derby китайское, практически китайское, хотя они представители разных регионов. Регион LMS от Flash Wolves, LPL регион от Team World Elite. Интересно сейчас, конечно, разделилось в кавычках мнение комментаторов. Они все единогласно сказали, что победят Flash Wolves, сравнивали эту команду с непобедимой машиной, которая в стиле напоминает молодых корейских агрессивных Samsung White. Но что-то в них такое есть. Агрессия, она такая. Состав команды World Elite, мы немножечко с ним познакомились, когда комментили финал World Elite против RNG. Правда, мы комментили только концовочку. И никто, абсолютно никто не ожидал, что именно World Elite поедет на чемпионат победителем своего региона. Потому что все были уверены, что победят RNG. Но RNG то ли съели что-то не то перед матчем, то ли что с ними произошло, непонятно. 0-3 было поражение. Ну а World Elite в своем стиле, спокойной, добротной игры, как правильно вот этот вот комментаторша говорила про команду World Elite. Они не спринтеры, они марафонцы. Мне очень понравилась эта ее метафора. Дело в том, что команда играет как старые добрые гейропейцы. Гейропейцы, ребята, это те, кто играет очень медленно и только по объектам. И ничего не будут делать, пока не будут уверены в стопроцентном результате. Но посмотрим. Гейропейский стиль против Samsung White стиля. Ну а в нынешнем это World Elite против Flash Wolf. Да, тот стиль, который я люблю. Я вернулся, не боялся счета 3-2-3. Да, у нас сейчас 3-2-4 уже человека на стриме. И количество увеличивается. Ну, вернулись перерывы, ребята, спасибо, что вернулись. Значит, мы все еще можем. Так, а состав у них 957-й World Elite. Конди, это их, так сказать, единственная звездочка в команде. Вся команда считается сбалансированной, не выделяющейся игроки у них. Все среднички Китая. Но вместе они, как кулак, бьют по нему. Бьют по всем, точнее. Клед у нас был взят для 957-го. Клед все еще не знает, с кем он будет стоять. И самое любопытное, Flash Wolf не боятся того, что два бана еще сделают World Elite их топ-лейнера. Спокойно сохраняют себе Варуса. Ну, и буду сейчас делать банчики саппортов, скорее всего. Конди у нас уже взял Лизу для Мистика. Для себя он получил... Ой, для Мистика, извините. Аша была взята, Конди взял Лизу, да, все верно. Этот Ксие, его надо Шие читать. Шие у нас на меде, неизвестно пока на ком. И не банят Flash Wolf этого чемпиона. Наверное, сейчас они возьмут себе топ-лейнера, а Мэйпл просто сохранит контр-пик. По Мэйплу я бы на месте Team World Elite лучше работал, чем по топ-лейнеру. Они забанили Шена, который, мне кажется, против Кледа хорошо работает. Но вот сейчас я бы забанил Райза еще. Ни в коем случае не оставлял бы Райза открытым. Но они банят Грагоса, который вроде как тоже Кледа может поломать. Хотя здесь я не согласен. А Муму показали нам. Галё, кстати, Open все еще, да. Не забывайте об этом. А Зира нам показывают от Мэйпла, который на нем, ну, в общем-то, не гонял никогда. А вот Рамбла можно взять для ММД. Он на нем хорошо отыгрывает. И сетап команды Flash Wolf тогда будет ясен и понятен. Сейчас вопрос только о том, это будет Ариана на миде, а либо будет Райз на миде от команды Flash Wolf. Иногда еще Кассиопея может там появиться. Но World Elite почти всегда играют комбинацию Карса Мэйпл. Это их звезды. ММД пикает то, что нужно команде. Бот лейн пикает то, что не проиграет никогда в жизни. И желательно early game агрессия. Именно поэтому мы видим Свордарта на Мальзахаре и Бетти на Варусе. А главные дирижеры их команды, это ребят у нас Карса в лесу и Мэйпл. Великолепный мидлейнер уровня фейкера. Интересно, у нас тут Барда пикнули уже. Комментаторы говорят, что в патче 7.8 Барт получил интересные бафы. Мы не видели его в китайском чемпионате и в корейском чемпионате, потому что 7.7 там игралось. Но Барт в 7.8 был, ребят, Талия от Шая и Барт от Мистика. Чуть потише сделал английских комментаторов. Они оргазмируют там от того, каких чемпионов они видят. Хотя от Шая и Талию довольно... От ШиЕ его надо, не Шая, а ШиЕ. Ну, это логичный пик вполне. Тут сразу было видно, что все пикается под Кледа. То есть Клед это ваш соло керри. А все остальные игроки должны просто через ютилити выжить. Ну, Райс, ну это очевидно. С Мэйплом было все понятно. Я не знаю, зачем был забанен Грага с Шеном. Шен, допустим, но Грага совсем мимо. Райса, оставшаяся, открытый для Мэйпла, это страшно. Это очень страшно. Так вот, Барт. Изменения действительно произошли в патче 7.8 для него. Сделали Риуту небольшой для него баф. Теперь он собирает своих... Как они называются? Кто напомнит, как они называются? Пикса? Это у Лулу летает. А он своих пингвинов, короче. Ну, скорее всего, будет с кем пингвины, поэтому он пингвинов пусть у нас собирает. С интересным челленджем Барт теперь работает. Мипы, мипы, да. Мипс, мипс. Ему каждые 5 новый челлендж прибавляется. И урон становится все больше, больше и больше у Барда. И ускорение все выше, выше и выше. Раньше был этому делу предел. Ну, в какой-то момент ты переставал, типа, получать серьезный баф. Это просто получал баф. То, что ты их собрал какое-то количество. И на первые 3 автоатаки у тебя он есть. Все. Теперь же он бесконечный. Риуты его поменяли. Ослабили, так сказать, этих мипов в начале. Но зато дальше, дальше они шикарные становятся. Я всю эту таблицу вам сейчас рассказывать не буду. Но вы можете найти в интернете ролики, как многие сейчас играют. Ну, ради прикола скорее. Бардов в АД. Не то, чтобы они играют АДК или Бард. Они просто добавляют ему статик. Дело в том, что первая автоатака Барда может критовать. А когда у вас идет там плюс 250% урона к вашей первой автоатаке, у вас есть соточка, 250%, сами считаете, это будет. 250% урона, и первая ваша автоатака может критануть. Плюс она кританет и статик кританет. Вы сами понимаете, какой урон заходит от него тогда. Так что, ну, это не в фулл АД Бард играется, а типа с Лич Бэйном Гаунтлетом. Ну, какой-то из этих двух айтемов выбирается. И, конечно же, берется статик шиф. Ну, без статика не было бы смысла в этом все. Интересно, надеюсь, Райс увидел, как инвейдит команда World Elite, но World Elite, а не так. Охотятся за мипами. Нашли одного мипа, схватили для Барда. В интернете я даже вроде бы ту таблицу, по-моему, обсуждал. Можно найти у меня старое обсуждение патча. Ну, а можно просто найти эту патчу. Сейчас уже на Википедии, Лигопедии, точнее. Совет просто вводите Бард, ну, чемпиона так зовут, и Вики. W-I-K-I. Впишите, и вы все описание сможете найти, как это работает. Я уверен, даже на русском уже перевели. Там и на русском версии есть, но иногда на русском не про всех чемпионов есть информация. Зачастую про тех, кого давно не меняли. То есть, где-то до четвертого сезона, если чемпионов вообще не меняли, типа Горена, про него описание нельзя найти, потому что, ну, не было смысла переводить то, что и так не меняется. Хотя Горен менялся. Вру, там было изменение. Он же теперь злодеев ищет на карте. Да-да-да, это было где-то в шестом сезоне, по-моему, да? Не, не в шестом, это в пятом сезоне было. Это люкса, скорее всего, потому что у люксы точно ничего не менялось. Тут плейм Бард, Нью Метта. Не, ну, Нью Метта нету, потому что Бард все же... Если уж играть его как Нью Метту, то только на миде находится такая возможность. Хорош проказ здесь дал нам Бард. Давненько мы его не видели. И интересно то, что за него. Другие саппорты бороться не будут. И Нью Метта на Барде не играет. У нас здесь Мэйпл зазонил Шая. Я не совсем понял, как там оказался вообще Мэйпл. Очень много хп он потерял на этом прокасте. Горен, который ищет злодеев. Ну, я не помню, как эта штука называется. Я ее злодеями называю. Конди сразу же отправляется на свой синий баф. Практически лес он проходит без остановок. В общем-то, то же самое делает и Карса. Но Карса чуть медленнее, потому что у него нету войдлингов. Точнее, не войдлингов, а спайдерлингов. Карса забирает для себя. И решает не идти на ботлайн, потому что была кинута просветка. Его увидели, он это знает. И там еще вард был поставлен. Наверное, какая информация прошла. Мэйпл тем временем по Шае очень много урона нанес. Бедная Таля тут будет страдать. И мне очень нравится всегда, как флэш-вульфы выстраивают свои сетапы. Наверное, из-за этого у них такой результат и есть. Ну, давайте, как мы в предыдущей игре про команды поговорили, теперь поговорим про эти команды. World Elite весь чемпионат шла на втором-третьем месте у себя в Китае. World Elite из-за того, что в каком-то году от каких-то игроков избавилась. Я сейчас не смогу точные даты вам назвать, и от каких игроков избавились. Ну, так сказать, от любимчиков, китайских любимчиков. Они потеряли, очень сильно потеряли фановую базу свою. То есть многие люди просто перестали за них болеть. Они потому что ушли за этими игроками. И в итоге World Elite начала новый состав себе собирать. Собрала вот то, что сейчас мы с вами видим. Весь сезон они шли, ну, не в средничках, а в топах. Но второе-третье место, не претендуя, в общем-то, на первое. И в финале берут и устраивают, ну, не в финале совсем, а в плей-оффе. Начинают устраивать какие-то разгромы другим китайским командам. Ну, и в финале разгромили 3-0 команду RNG. Зрители, конечно, были жутко недовольны. И, в общем-то, это связано и с их стилем игры, то, что они играют от защиты почти всегда. Ну, и с тем, что у них все новички, и звезд надо с нуля создавать. Пока эти все игроки не зазвездонтные. Ну, а что касается команды Flash Wolf. А, ну да, World Elite, еще надо стат сказать. Они сыграли вроде бы сезон 14-4. Что-то такое у них получилось. А что касается команды Flash Wolf. Эта команда в этом году еще не проиграла никому. Вообще никому. Они проигрывали одну карту, и Карса ловят. Это просто так называемый прыжок веры был от Карса. Но прыжок веры сработал, потому что побоялся Конди с ним боевать один на один до конца. Ну, туда бежать за лесином. В Солоку я бы побежал, и думаю, Конди бы тоже в Солоку побежал. Голосование в пользу команды Flash Wolf. 61% на 39. Мастерки вы можете видеть под чемпионами. У их лиц они написаны. Ну, и сильно пока проигрывает Бот Лэй. Они были сильно заполканы Беном. Который нам показал довольно неплохого пока Барда. И он все размены выигрывает. Я вот смотрю, постоянно выигрывает их. А еще может отходить и поднимать себе... Это, кстати, не пингвинный скин. Это скин Санты, или как он там называется. В общем, он себе может кофе со сливками подбирать. Там интересная анимация у W его. Он оставляет ее, и когда она настакивается, сливки появляются в этой чашке кофе. Довольно красиво сделано. Если у других скинов иногда даже не совсем понятно, настакалась ли W, либо нет, здесь анимация полностью меняется. И ты сразу все понимаешь. Что теперь пить уже вкуснее будет. А что касается флэш-вульфов вообще суммарно. Команда сыграла за этот сезон 17 игр. Не проиграла ни одну. 17-0 они идут. При этом отдала всего 4 карты. Ну, соответственно, там были Best of 3 и Best of 5 некоторые игры. Но, насколько я знаю, в Best of 5 было всего 2 игры. Это и ЕМ, и финал их. То есть, не мудрствуя лукаво, можем посчитать. 15 игр это 30 побед, и 2 еще игры 6 побед. То есть, 36 побед, 4 поражения. Это по картам. При этом 17-0 по матчам. Великолепная статистика. Но вот сейчас у ММД большие неприятности начинается. Его станет Конди, и его съедают за секунду. 957-й устраивает хороший размен по ХПМ. Для ММД он зашел совершенно неудачно. Тут же появляется здесь Конди, который знал, что будет делать 957-й. Подготовил. На подготовленную почву выходит, прописывает стан по ММД, и тот погибает. Правда, была потрачена ульта Кледа, но она особо ему все равно не нужна ни для чего. Лисин побаивается идти. Аккуратничает. Ставит варды. Еще один вард стоит, видит Конди. Ну, и теперь он знает, где тот находится. Конди, кстати, сейчас такое ощущение. Он вроде понимает, что синий... Ой, извините, красный он может начинать делать. Но при этом он побаивается делать, потому что Лисин поставил на него вард. Ну, вот сейчас будет войнушка 3 на 3. Райс не может пока сюда подойти. У Карса небольшие неприятности. Но ему есть куда прыгать. Пойдем прыгать к ММД, и походу отдадут просто красный баф, и отступит команда Флэш Вульф. Но это связано было с потерей игрока на топе, и из-за этого контроль карты немножко просел у команды Флэш Вульф. Как идеально. Вард здесь прям пропал в этот момент, когда Конди заходил. Рамбл не успел свой вард продублировать, поставить. И Конди выходит идеально прописывать стан до того, как еще 957-й залетел. Ну и 500 золотых, 200 за ассист, 300 на руки. Потому что после уже 4-й минуты был ферстблат сделан. Странно, ну, обычно как раз Флэш Вульфы диктуют то, что будет происходить. Они обычно давят в начале игры. Но думаю, это связано с не очень удачными маршрутами от Карса из Алисина. И тем, что хочешь не хочешь, но Талия вначале может переживать против Райза. Один там прокаст Райз прописал по ней. В итоге она бэкнулась и купила себе второй Доран и Магреску. Ну и мы видим, что мы видим с вами. У нас война. Смещается вся команда. Пошла ульта, но Свард Арт уборачивается. Вард, правда, пинковый свой защитить он так и не смог. Новый пинквард ставит уже. По-моему, это Райз сделал. Ой, как плохо на топе у ММД. А вы уверены, что Рамбла стоило брать? То есть, как бы весь сетап-то я увидел. Я не успел похвалить их, кстати, про сетап. Хотел как раз сказать, что они обычно играют через инициацию бот-лейн. Плюс early game pressure jungler Карса не очень любит играть late-геймовых джанглеров. И при этом mid-геймовый топ-лейнер, типа Ренектоуна, типа Камила была одно время, ММД. Также танков играл. Ну и Рамбл, конечно же. Ну а Мэйпл? Мэйпл это всегда хардкерри. Кассиопея, Владимир, Райз. Это все его. Ну, понятное дело, что он не гнушается поиграть на Синдри, на Лебланк. Это тоже может и хочет. Но очень тяжело, конечно, сейчас пока держать флэш-вульфом. Их окатили водой. К сожалению, для них сложно сейчас будет статистику ввести заново, потому что только на MSI, так сказать, играется Best of One. И команда, которая привыкла играть в Best of Three, обычно, сегодня может лишиться девственности и стать 17-1 командой. Ну, тогда уже будем карты учитывать, и будет счет 36-5. ММД ловит точно так же, как в прошлый раз. У ММД не было ульты, поэтому ему даже здесь не нанести урон по Конде. И 957-му у ММД игра совершенно не идет. Ну, тяжелая линия, конечно же. А вот Карси, то, что решил делать, это совершенно плохая идея. Как мне кажется, Карси в итоге ловит. Мэйпл будет его пытаться задефать, но Шая перефлэшивается на талии, дает прокастик и убивает его. Райз дает ульту, отрезает он Шею. Но тот парень все равно вроде бы должен убежать. У него есть Флэш и Клинс. Ну, Флэш он потратил, чтобы Лисину убить, а Клинс он потерял сейчас. 3-0, ребят. И запас по золоту гораздо выше, чем сегодня был у команды G2, которые вроде бы лидировали по счету даже 4-0, но при этом по золоту даже проигрывали. На 15-й минуте там было поражение 100 золотых. На 20-й уже минус 1000. И при этом счет все еще был в пользу команды. Но это плохая идея. Карси была. Он хотел Бенна пихнуть к Мэйплу, но в итоге застрял в его кушке и после этого еще попал в ульту. Да, его просто так читать надо. Ну, его не Шая, а Шея. Шея надо так вот читать. Но мне тяжело. Это просто Медер Ши-Е. Его надо читать, я его Шая называю. Пока хватит. Это просто Медло, Медло плеер у них. Ши-Е. Шай или Ши-Е. Ну, можно, да. Можно еще просто Шай читать. Зай. Пусть будет Зай. Нет, тогда он Зи-Е. Зи-Е он должен быть. Мэйпл тут у нас готовит врыв, но на вардах палятся. И Флэш-Вульф аккуратнейшует на ботлайне. Мне нравится, какую позицию занял Свордар. А, вот теперь он смещается. Ну, команде Флэш-Вульф пора что-нибудь организовать. Мэйпл выходит на Ши-Е, потому что знает, что у него нет ни одного Смонежа Спела. Кажется, сюда подходит, пихает ногой и забирает себе килл, к сожалению. Раздает ульту и попытается улететь. Команда Флэш-Вульф бегает от этого сражения. А у меня Паук по стене ползет. Ну, маленький. Ничего страшного. Пуки сейчас начнут появляться во всех квартирах наших домов, потому что зима закончилась. Они из пячки вылезают и ищут себе места. Совет, не убивайте их. Они, на самом деле, ничего плохого не привносят. Если вы почитаете про домашних пауков, что-нибудь в интернете, то узнаете, что как раз они лучше, чтобы они были, чем муравьи или тараканы. Пауки, они такие. Но это совсем маленький счет. Элиза по стене ползет. Да, по стене такая, Элиска. 3-1 счет. 3 тысячи преимущества. Ну, 1 килл сделали назад. Что значит зима закончилась? А как же снег с утра? Ну, да, да. То, что май у нас такой выдался, я знаю, что и в России, во многих городах, снег был с утра. И у нас в Риге тоже был снег с утра. Вчера я к памятнику, когда ходил. Ночью, возвращаясь домой, первый снег, первый майский снег увидел, ребят. Говорят, если убить паука, то навсегда отвернется удача. Ну, и такое тоже есть, да. Если в доме заводятся пауки, то тут можно жить. Ну, по своему, так сказать, желтой прессе и по своему примеру, я знаю, что если паук у тебя в доме находится, то в этом доме не будет тараканов и не будет муравьев. Они друг друга взаимозаменяют, так сказать. Если паук появляется, он их всех прогоняет. Тут у нас врывчик идет по мистику. Мистик отслэшивается, но попадается на ульту Барруса. Баррус раздает свою ульту, цепляется по мистику, пытается нанести урон, но хватит ли его? Хватает. В этот момент происходит сражение, где Шие сбивается ультой Карс и прямо с серфер Талия не срабатывает. И еще Бена можно ловить. Бена также убивает Карса. Три килла уже за ним. Ну а мы с вами пропустили, как ММД здесь попытались убить. И он остался в живых за счет ульты. Видимо, мопсов отпушил и отошел в сторону. Почему Мимбарт не дал ульту в Ашу? Ну вот не успел среагировать. Идея на самом деле очень неплохая. Особенно как долго Бетти убивал Ашу. Как долго Варруса избивал ее. Можно было действительно за это время дать ульту. Отключить вышку, да. Но при этом спасти Ашу на какое-то время, а потом уже смотреть, что будет дальше. Три-четыре у нас счет. Две тысячи отставания осталось лишь. У команды Флэш Вульфи они себе зарабатывают Инфернал Дрейка на этой ротации. А главное, для Карса выигрывают мид-гейм. Смотрим, тут Бен был рядом. Его Карса поддамажил. Бен был занят и не мог дать ульту. А вот сейчас надо было давать, но вот этот мне момент понравился. Шиэ перепрыгивает на Карсу и тут же получает удар ноги по лицу. И отлетает к Мэйплу, который с удовольствием его принимает и забирает. Спасибо. О, тыграли Флэш Вульфа, ну и к World Elite у меня только вопрос. Почему они так сильно акцентируют внимание на топ-лейн, который уже и так выиграл? Ну, вышку сломали, но это в итоге размен вышка на вышку был. А убить Рамбл уже не получается. А скоро Рамбл доберется до Жонни, и тогда совсем не будет не получаться. Ну, я читаю, как английский комментатор, они его Щиэ называли. Да, да, да. Правильно. Я английский комментатор их подслушал, сейчас они говорят. Это вот проблема команды World Elite. Они сделали преимущество, гигантское преимущество на одной линии. В это же место продолжает идти Элиза, совсем забывая о том, что есть еще две другие линии. И Лисин начинает делать себе уже четвертый килл. Гарса великолепен. У нас тут Конди еще, скорее всего, попытаются убить. Щиэ дает ульту по Мэплу, но Мэпл через флэш убегает в сторону. Но численное меньшинство команды World Elite. Рамбл сюда прийти не смог. И как итог, минус Мальзахар. Один в один по киллам при сражении 5-4. Флэш Вульфы, конечно же, этим абсолютно довольны. Рамблу нужно пока только набирать, набирать и набирать фарм. Житие его надо читать, да. Но Лисин уже с четырьмя киллами. Напоминаю, что он начал с 0-1. Не очень хороший старт был для него. А сейчас он уже становится рампаге. И с этой рампаге он на шатдауне висит. Если сделать еще один килл, на нем будет два шатдауна. Мы посмотрим, как здесь произошло. Поймали Бена, увернулся Лисин от стана, оборвался, сделал килл. В Мэйпла попала ульта Аши. И там дальше Ши Е прилетает, пытается убить Мэйпла. Мэйпл отфлэшивается, а Аша не помогала Элизе. Наверное, Аши не надо было переключаться и вместе с Талей делать килл. Надо было работать по карте. И тогда можно было бы догнать больше количества игроков. Хю Е. Чему Шая в Игре Престолов читается как Шая, а в Лол по-другому пишется на английском. Но это же так же самое. Ну, аббревиатура, они разные. Написание может быть разное, читаться будет по-разному. С Хая. Не, ну там, та Шая читается так. А когда ТСМ? После этого матча ТСМ будут играть. Будут играть они против вьетнамцев. И, так сказать, первый круг будет... Ну, не первый круг, а первые все матчи, все команды сыграют. До первого круга еще далеко. Первый круг будет сыгран у нас через два дня. Напоминаю, что тут сейчас будет много ночей, ребят. Так что вы не переживайте, если сегодня что-то пропустили. Или кто-то смотрит записи и пропустил к выходным. Матчи все равно будут оставаться. Пять ночей подряд мы с вами будем это смотреть. Если будете поддерживать, то будем с энтузиазмом смотреть. Если не будете поддерживать, может быть, даже что-то будем пропускать. Оно такое. Дело-то оно такое. У нас флэш-вульфы проставили вроде бы ворды, но тут же World Elite выбили эти ворды. Рокет Макс у нас тут начинает спамить. Приветствую тебе. Цепляется тут за Карса. Наверное, не получится, хотя попадает в него ультой. Свордарт помочь ему не сможет. Три с половиной секунды стана. Ну, чуть меньше, потому что у него были мерки. Но Карса недоволен. У него была возможность увернуться. У него был флэш. Наверняка был варт, на который можно было прыгнуть. Но он решил, что статистика 4-2-0. С Ваглорда гораздо лучше. Чем... Ну, шаттан он отдал. Чем тратить свои самые неж спеллы на эскейп. Идет интересная ульта здесь от Райза. Он притаскивает Мальзахара. И Шиэ попадается, конечно. Ему против трех этих магов-влашебников никак не победить. Отступают здесь у нас Бетти. Потому что на него пошли вроде бы Тауэр Дайвом. Но ММД подходит сюда. Нет ульты у ММД. Он ее тратил на топе. Пытается Бена поддамажить Бетти. Бетти очень много урона нанес. И вышку сохранили. Любопытно. Флэшвульфы попали сейчас под жесткую ротацию команды World Elite. Но, как мне кажется, очень хорошо держится. Ой-ой-ой, Бенда! Попал и умер. Конди тут же прописывает станд по Акарсе. Но мопсы его продолжали бить. И Рапторы. Но, правда, повезло. Флэшвульф, я чуть не понял. Спрингвин. Что-то там какой-то странный показатель был про флэшвульфов. И не совсем въехал, что там было написано. Ну, то, что они сейчас на 20-й минуте проигрывают 3 600. Это я понял. Показатель был минус 2 и 6. Это что это? Средний их минус 2 и 6. Я слабо верю, что флэшвульфы всем командам проигрывают 2 и 6 золотых. К 20-й минуте, учитывая, как они играют. Это может быть их худший результат. Нам написали, что худшая одна игра у них была минус 2 и 6 тысяч к 20-й минуте. Вот в это я больше верю. Карсон у нас ищет как бы выскочить. Но его видели только что на вордах. И сейчас будет большое сражение. Потому что 5 игроков флэшвульфов, ой, извините, на ворлдолиты готовы сражаться. Флэшвульфы здесь вроде бы тоже в пятером. Сражение будет у нас за Инфернала. Инфернала, конечно же, ни одна из этих команд не будет отдавать. Они умеют считать, как и я с вами, ребят. Все команды знают, что 8% урона в лейтгейме никак не исправить. Если оппоненты получили его, то исправить можно только за счет получения своего Инфернала. Аша дает ульту из темноты, но не попадает ни по кому. И Варус все еще с Райзом остается там. Идет врыв в карс, кидает он ульту. О, какая ульта! Трамбла! Это минус Конди, минус Бен. Что творят канадцы? Вы это видели? Вот это ММД дал ульту. Он просто отрезал 4 игроков команды флэшвульф, которые хотели защищать своего танка Элизу. Ведь у него куча ХП, куча Магреза. У него мерки, у него локит. Она готова была танковать. И она танковала, ребят, в течение 7 секунд. Только толку от этого команда подойти-то не смогла. Райз дает ульту за спину. Отключит сейчас игроков в Урлд Элиты. Три игрока в Урлд Элиты попадают под врывчик. Лисин. Лисин делает флэш-кик. Но, к сожалению... Ой, флэш, извините, кушку. Но, к сожалению, этого не хватает, чтобы убить Мистика. Правда, Мэйпл с флэша догоняет и делает килл. В него переключается клетка. Клет его будет притягивать. И минус Мэйпл. Вдвоем справились здесь. Урлд Элита. И еще один делает килл на Сворд Арте. Как же классно клет у нас отыгрывает. 5-0-2. Ну, немножко, наверное, перемудрили здесь флэш-вульфа. Потому что Рамбл был без ульты и не мог найти хорошую позицию. Ой-ой-ой, Карса. Соляндру убивает Шаю, который хотел, не знаю, по-моему, топ-плейн мопцов пропушить дальше. Или куда он шел. Но Дрейка потеряла команда флэш-вульф в своей ротации на Нашора. В плане я знаю их. Они хотели пойти на Нашора и отрезать свою ульту и Райза. Но они отрезали их сюда. Но, к сожалению, все игроки зашли туда. И получилось, что 2 в 3 только чейс продолжался. И только Лисин смог добраться до туда. Сворд Арт сделал флэш, но ульты у него не было. Он только кинул Сайленс. ММД флэшнулся, чтобы дать Ешку. В итоге сейчас ММД не успевает нажать ничего. Умирает. Мэйпл делает килл. Лисин уже не участвует. Барус не участвует. Мальза тоже сейчас умрет. Дракона надо было брать, конечно же, с флэш-вульфом после того, как они сделали минус двух игроков. А не идти Байтона на Шора устраивать. Теперь у нас по драконам счет равный. И игра все еще равная. Да, по золоту проигрывает флэш-вульфы, но... Это не так страшно, когда у вас есть комбинация Рамбл Райз в одной команде. Но, правда, есть и минусы. Это Лисин, у которого куча киллов. Правда, этот Лисин, я смотрю, пока ни одного айтема на защиту не купил. Если вы обратите внимание на билд Карсы, он в лейтгейме вполне может ваншотнуть Ашу, если она не купит себе БТ. То есть БТ ей может добавить щиток. Минус Конди. Ничего он уже здесь не сделает, кроме ульты Барда, который его спасет. Прилетает ульта Аши. Не очень удачная ММДшная ульта. В этот момент Беттика ловят. И Бетти пытается размениваться с Мистиком. Разменяться-то он разменялся бы вровень, если бы не Клет, который приходит и ваншотает его. В итоге Мистик делает килл на Варусе. Ну а Варус это был хороший чемпион для того, чтобы сейчас дефендить эту вышку на меде. Минус вышка на меде и, возможно, даже наверх будет заходить Ворлд Элита. Карса у нас выцеливает кушку, попадает в Кледа, но Кледа, который с ГА, кидать всю команду нежелательно. Флешвульфы, Ворлд Элита. Ничего не путают. Все нормально с ними. Еще одно такое сообщение, Даймонд Мэйх. И не будешь ничего писать. 9.11. Кому звонить в скорую помощь, я пока не знаю, но 9.11 уже есть. Бетти даст, видимо, ульту. Да, дал ульту, но Мистик тут же проражал QSS. И проиграл бы он, кстати, так и так, мне кажется, сражение, потому что Мистика следующая автоатака была бы финишная против Бетти. Он уже решил просто отступать на Аши. 9.5.7. Это не счет, ребят. Это игрок, который на Кледе продемонстрировал нам, что этого чемпиона лучше от него банить. Напомню, что это только начало получается МСА, так что притирочки идут. Главное сражение будет у нас в плей-оффе. Сейчас все команды будут смотреть, у кого что есть. И кто меньше своих козырей сегодня покажет, ну не сегодня, а вообще вот за эти дни покажет, а сохранит, так сказать, свои козыри на плей-офф. Тут лучше зайдет и больше шансов будет выиграть чемпионат. Флэшфульфы ничего не показали. То есть я всех чемпионов знал, я все это... О, тут ловят у нас Кледа. Ну и сразу же пойдут на Нашора в World Elite. А Клед пытается убежать, но скорее всего это будет и минус Гайя, минус он сам по себе. А Карса будет играть у нас в Смайт Войну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Свардарт-то зря ушел. Клед еще остается в живых, пытается убежать и у него это вполне может получиться. У него есть флэш, Мэпла нет ульты. Карса там все еще продолжает играть в Смайт Войну. Выцеливает он, впрыгивает, но проигрывает в Смайт Войну, а Клед убегает. Правда, смогли убить Барда. Команда Флэш Вольф. С флэша цепляется... Кто там флэшнулся, я не совсем понял. По-моему, Элиза флэшнулась и зацепила у нас Беттика, и Беттик погиб. Клед на балансе, да, убежал. Ну, здесь полностью виноват, конечно же, Мальзахар. Свардарт был уверен, что уже не нужно ему помогать своей команде, чтобы добивать Кледа. И решил он отступить. В итоге, ужасная ульта от ММД была. Давайте смотреть, что у нас здесь произойдет. Пушку попадает в Конди Карса, прыгнет на Конди. Конди даст Ешку вверх. И Карса выпихнет ногой Бэна. Извините. И Бен погибает от Бетти. Ну, Бетти еще и Хилл потратил. А флэш... Да, это Элиза. И Мистик сразу же за ним погнались. Два игрока. А кто у флэш-вульф танчить будет, если Син в ДД? Ну, пока никто. Ну, идея заключается в том, что танчить никому не нужно. Есть Жоня. Будет две Жоня, скорее всего, собраны. Хотя, хоть став Райзу бы пригодился. Ну, и Райз, сами не забывайте. Довольно танковый чемпион. Аша и Талия. Да, да. Ну, и ШиЕ и Мистик флэшнули за ним. Ну, они оба за ним флэшнулись. Пошла Талия в северская ульта. Отрезает она Беттика. Ну, не так страшно, на самом деле. Флэш-вульфы могут все еще воевать. Клетт посмотрел на все это дело и решил не делать инициацию. Ну, вот, например, можно уже заметить, что команда... СКТ показали, что у них есть возможность играть через Галлио. И многим командам на это стоит обратить внимание. Либо придумать, как контрить Галлио. Ну, а флэш-ворлд элита, извините, показали у нас, что у них есть Клетт и Барт. Против этих двух чемпионов тоже надо подумать. Потому что Барт довольно хороший. Лейнинг фейс. И вот может давать такие ульты. Карси очень тяжело сейчас будет. Он пытался выпрыгнуть и спасти Мэйпла. Но в итоге Мэйпл погибает до того, как что-то проделывает. Бена впихивают в свою команду. У нас Лисин. И флэш-вульфы, по-моему, проигрывают первую встречу. Счет 13-13. Уже 14-13. И продолжает пушить ворлд элита своих оппонентов. Клетт. Чистый МВП, конечно же. Оба топ-лейнера сегодня себе показали. Хотя Бетти еще жив, но нет. Ему не хватит просто урона. Я смотрю на его предметы. Он нанес немножко урона. Рамбл делает флэш-олл-ин. Но забывает он о том, что Клетт сейчас просто ворвется в Бетти. Бетти перестреливается у нас Клетом. Пытается поддамажить. Но кому ты носки решил помыть? Это все не то, ребят. Не то. Не победить. Ворлд элита. Клетт. Вместе с СКТ становится 1-0 пока что в этой группе. И за ними судья, афроамериканец Бдит. Этого Клэда лучше банить. Но напоминаю, ребят, что и ММД тоже Клэда гоняет. Сейчас Карсу нам показывали. Ну а про то, что за Клэда могут многие команды здесь бороться. Собак Диких порвали. Да, флэш-вульфы проиграли свою первую игру. В этом сезоне на MSI, ну, я говорю, это не совсем правильно оценивать. Потому что это Best of 1, а не Best of 3. Для плей-оффа еще многое может измениться. Сейчас покажу. Следующий матч у нас будет между Гигабитмаринцами и ТСМами. И еще сегодня 3 игры будут. Давайте посмотрим, какие у нас получаются. Флэш-вульфы сегодня европейцев будут встречать с распространенными объятиями. Обе команды будут идти 0-1-0-1. Гигабитмаринцы будут бороться против команды СКТ. И еще ТСМы будут играть против World Elite. Такие у нас 4 встречи остались, так что не разбегайтесь. Подбегайтесь, оставайтесь с нами. Пока, перерывы.